Коллективное мнение? Да. Главное, чтобы решал коллектив, а не поодиночку. Вы часто говорите. Да? Дмитрий, я так всегда буду говорить. Это мой жизненный принцип. Уважаемые коллеги, кто меня не знает, хочу еще раз тогда представиться. Вы такие есть. Сипягин Владимирович. Владимирович. Губернатор фактически, а юридически я стану после прохождения соответствующих процедур, губернатор Владимировской области. Спасибо большое. Уважаемые представители средств массовой информации, я хотел бы прежде всего к вам обратиться. Я хотел вас поблагодарить за то сопровождение избирательной кампании, которую вы осуществляли. Это очень важно, потому что именно через вас доносилась вся правда о проведении данной кампании, о моей позиции и о том, что я собираюсь сделать и буду это делать на территории Владимирской области. Поэтому спасибо вам большое. В том числе вы являлись тем источником получения информации до каждого моего земляка, жителя Владимирской области. И это тоже очень важно. Потому что вот ваша принципиальная позиция, она крайне важна для меня и в будущем. Что я собираюсь сделать, а я обращаюсь к вам, хотел бы это еще раз подчеркнуть, я как минимум ежеквартально буду проводить пресс-конференции в абсолютно открытом режиме, отвечая на любые вопросы. И не надо их готовить заранее. Потому что я открытый и честный и порядочный человек. И мне нечем скрывать. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить жителей Владимирской области за оказанное мне доверие. Это наша общая победа. Хочу подчеркнуть, это наша общая победа. Спасибо им большое. И отдельно хочу сказать о словах благодарности в адрес Владимира Жириновского, как лидера партии, как лидера ЛДПР. Через его колоссальную поддержку, через поддержку команды ЛДПР, которую я всегда ощущал, и которую все мы с вами видели, мы пришли к этой победе. Мы жители Владимирской области. И у Владимирской области был избран народный губернатор. Спасибо вам большое. Теперь я предлагаю перейти к вопросу. Можете задавать вопрос, только перед этим, пожалуйста, приставиться. Давайте сразу. Меня зовут Феникс План, информационное агентство «Магистраль». Сегодня прошла информация, что две партии КПР ЛДПР в трех регионах будут создавать коалиционные правительства. Означает ли это, что в эти правительства войдут не только эти партии, но и другие партии, например, «Справедливая Россия». И второй вопрос. Владимир Владимирович, как вы собираетесь строить работу с законодательным собранием в Владимирской области? Ведь большая часть мандатов, насколько я понимаю, сейчас в руках партии «Единая Россия». Значит, первое, по поводу коалиционного правительства, то, что вы изначально меня спросили, я об этом говорил и буду говорить, что для принятия правильных решений необходимо участие всех участников избирательного процесса. Это очень важно, потому что только коалиционный разум может принять правильные решения. Правильные решения – это правильно. У нас, все мы знаем, есть пример, отличный пример – это Смоленская область, губернатор Островский, он является губернатором от ЛДПР, у него также коалиционное правительство, и это приносит свои плоды. Область, Смоленская область динамично развивается. Это первое. По поводу законодательного собрания. Те, кто был избран в качестве депутатов в законодательное собрание нового созыва, они являются представителями людей, которые за них проголосовали. Я, кстати, тоже являюсь сейчас действующим депутатом в законодательное собрание. Команда подобралась достаточно хорошая, крепкая, которая была выбрана. Диалог уверен с ними, я смогу наладить, потому что это ответственные и порядочные люди. Поэтому диалог будет. Сергей Марковкин, Красовольская правда, Владимир. Вы уже определились со своей будущей командой, и какие первые действия вы предприняете на посту губернатора Островского области? И еще очень интересует, что ждет одного вице-губернатора, который сейчас находится под главным представителем. Давайте я начну с первого. Команда уже осуществлена. А есть конкретные имена? Старые. Я бы не хотел их сейчас озвучивать. Почему? Потому что сейчас на территории Владимирской области по закону работает предыдущая команда. Давайте не будем их волновать. Пусть они выполняют свои функциональные обязанности качественно. Потому что, если сейчас я начну называть фамилии конкретные и говорить, кто придет на смену тому или иному чиновнику, то начнется нервотрепка. А это отразится на жителей Владимирской области. А я этого допустить никак не могу. Они местные, да. Я только хотела спросить. Давайте я еще раз говорю. Я пока не буду комментировать эту ситуацию, потому что нервозность для жителей Владимирской области не нужна. Потому что они должны выполнять свои функциональные обязанности. А те, кто выполняет их или, а, некачественно, или, б, нарушают закон, это вообще отдельная тема, то они сами поймут, зная мое отношение к этим позициям, потому что я за профессионализм и за закон. То, я думаю, они сами уже давно сделали выводы и не видят себя в будущей команде. Какие вы первые действия предпримите на постовом в Гринопольске? Первое, как я и сказал, это формирование команды, потому что я человек команды. Я считаю, что коллективное мнение это важно. И подбор команды будет происходить, как я и сказал, на основе профессионализма. И это относится и к действующим сотрудникам администрации Владимирской области. Среди них есть много талантливых людей. Особенно в среднем звене, скажем так, в средине низовых сотрудников. Поэтому я за социальные лифты. Я за социальные лифты. Если человек профессионал и первое, выполняет профессиональную свою работу, второе, значит, у него есть собственное мнение, а для меня это очень важно. То есть, я не сторонник, чтобы мнение, если говорить про меня, губернатора Владимирской области было в единственном числе. Это неправильно. Человеку свойственно ошибки. Поэтому тот человек, который умеет доказывать собственную правоту, не на основе крика, шума, истерики, а на основе того, что есть объективные и субъективные факторы этих доказательств. И принимается тогда решение, но если оно принимается, оно должно быть неукоснительно тогда выполняться всеми участниками процесса. Это второй бы критерий. Понятно. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, хотя бы сроки, можете написать, когда же первое кадровое решение по фамилиям, кого точно не будет в вашем правительстве, кто точно будет. Понятно. То есть, вы хотите, чтобы они все-таки нервничали? Да, да, да. Ну, вы же журналисты. Пожалейте, жители Владимирской области. Я считаю, по поводу названия. Конечно же, я не вижу необходимости тратить бюджетные деньги на то, чтобы переименовывать и администрацию Владимирской области в правительство. Никакого эффекта для жить в Владимирской области это не даст. Согласны? Никакого. Им главное, чтобы команда работала четко и Владимирская область развивалась. Поэтому вот с точки зрения вот этой ситуации. По поводу каким образом я хочу выстраивать взаимоотношения с оппозиционными партиями парламентскими и кого брать в команду. Сейчас идут достаточно активные у меня взаимоотношения с представителями данных партий. обсуждаются вопросы потому что вопрос непростой, он сложный потому что еще раз говорю у меня главный критерий это профессионализм. Вот это самый главный критерий. Это основная моя задача. Основная задача чтобы люди работали профессиональные в администрации Владимирской области. есть такое мнение у меня тоже такое мнение о том что могли бы каким-то образом сотрудничать с лучшим губернатором Владимирской области Экрана 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 который был терпен для человека но предуправлял областью и в последние годы не удел уже но в нашем счету понимали вообще ситуацию так далее. Думали вообще об этом? Знаете я открыт для любого сотрудничества я всегда это заявлял я готов сотрудничать со всеми людьми и со всеми бывшими руководителями действующими руководителями у которых главная цель развития Владимирской области вот если у них цель это есть и они своими действиями и своими даже пусть взглядами которые донесут до меня это мне расскажут и смогут это доказать в зависимости от ситуации это действия или слова то я открыт для любого сотрудничества И даже с бывшим губернатором Виноградовым абсолютно открытым. Ну это да. Это правильный выбор. Спасибо. С Виноградовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже затронули этот момент. Хотелось бы, может, чуть детальнее или подробнее по поводу информационного пространства и открытости для СМИ и жителей Владимирской области. Вы всегда сказали, что раз квартал планируете проводить пресс-конференцию, вопрос заключается в чем? Точнее вопрос сначала, как бы такой взгляд. Светлана Юрьевна Орлова в свое время, когда избралась, да, только, также об этом заявляла, говорила и в принципе начала действиями свои слова. Часто встречалась, общалась с населением, со СМИ, везде было открыто. Были даже окровенные разговоры, когда предыдущиков собирали информационных пространств. Но постепенно все это сошло на нет. Ближе к сегодняшнему дню остались только так называемые подконтрольные СМИ, а в конце остались вообще только федеральные. Вот. Я к чему вопрос? Планируете ли вы менять как-то информационную политику, потому что, да, вот, со своей стороны, как журналист, стал действовать с различными событиями, да, ежедневно. Ближе к сегодняшнему дню стало абсолютно невыносимо общаться с пресс-службой губернатора, не дозвониться, не достучаться за руководителя департамента того или иного по этим вопросам. Вот, соответственно, как планируете создавать информационную политику вокруг? Понятно. Ну, первое, по поводу пресс-службы, которая сейчас выполняет эту функцию при действующем губернаторе, я считаю, что это больная тема действующей администрации Владимирской области. И вот здесь надо точно ситуацию менять кардинально. Подчеркиваю, кардинально. Потому что ведь главный принцип — это открытость, правильно? Открытость к диалогу, к обсуждению проблем. И вот даже сегодня, видите, любые представители средств массовой информации присутствуют здесь, а я понимаю, что могут быть острые вопросы, я это понимаю, и готов на них отвечать. Потому что мне скрывать нечего. Мне скрывать нечего. И так будет и дальше. Для доступности для СМИ руководителей департаментов и ваших заместителей планируется делать? Доступность? Да. В любом случае, это же не только будут бесконференции, это будут и брифинги, и другие формы сотрудничества с представителями средств массовой информации. Если будут какие-то узкие вопросы, конечно же, на них будут отвечать соответствующие руководители. Однозначно. То есть они ни в коем случае не должны этот критерий доступности и открытости не притворять в жизнь. Потому что это мой основной посыл, а я там и главный буду скоро, юридически. Поэтому, если решение принимается вновь, то оно должно обязательно воплощаться в жизнь. А это решение правильно? Правильно? Доступность открытия? А доступность с людьми. Однозначно. Я планирую по аналогии с президентом Российской Федерации, это я сейчас сначала, сделать прямую линию, чтобы на эту прямую линию могли дозвониться любой житель Ланевельской области, по какому бы вопросу он не звонил. И это очень здорово, потому что таким образом можно услышать мнение каждого человека, который проживает, пусть в удаленном уголке. И еще второй момент, который точно будет работать, это необходимо внести изменения в структуру, которая занимается с обращениями граждан, решением проблем. Все мы знаем, что многие обращения годами не находят своего ответа. Знаем? Знаем. Потому что необходимо было повышать процент, но это не помогло, потому что людей не обманешь. Ведь самое главное, что людей не обманешь. И вас, кстати, как профессионалов, тоже ведь не обманешь. Как не сокращай ваше количество, но информация будет уходить, поэтому зачем это делать? Вот, приходите, разговаривайте, будем общаться. Слушаем. Владимир Владимирович, Дмитрий Зик, про Владимирович. Да. Скажите, пожалуйста, какие ошибки из Флана Орлова вы совершенно точно не надеялись повторять? Ошибки есть в руководстве администрации Владимирской области, бывшие. И ошибки есть у губернатора Владимирской области. Я вот об одной проблеме даже сейчас говорю, это открытость. Надо быть честными по отношению к своим избирателям. Честность. Это вот тоже очень важный критерий. Честность. И, конечно же, должна быть система. Система и в кадровой политике, об этом я тоже говорил. И система, правильная система, и система управления и реформирования Владимирской области. Что в экономии, что в здравоохранении. Я знаю эти ошибки все. Я знаю, каким путем их решать. Поэтому они есть, и они решаемы. Нерешаемых ошибок, которые совершало предыдущее руководство, нет. Ответил? День добрый, Владимир Владимирович. Виктор Ивов, меня зовут. Автогазета. У нас издание узконаправленное, поэтому вопрос будет про дорожную ситуацию в Владимирской области. Вы, наверное, сами ездите по дорогам и понимаете, что у нас далеко не храм, как на Магии. Вам виднее. И вопрос такой. С М7 в черте города, когда будет нормализованная ситуация для жителей в городе, чтобы было скомфортно, без пробок передвигаться. Когда будет нормализованная ситуация на М7, уже за чертой Владимира, чтобы спокойно добираться до Москвы без объездов через Киржач и так далее. И у нас проблема в конкретном городе нету из южного микрорайона, только нижний Дуброво, верхний Дуброво. Дорога и к ней нет Дублера. И сейчас, в частности, наша газета дублевается с того, чтобы построили Дублер, но город совершенно этим вопросом не занимается. Ответов мы адекватных не слышим. Понятно. Ну вот видите, вы сами ответили практически на замечательный вопрос, который вы задали. Потому что все мы понимаем, что дороги это одна из основ для комфортного проживания моих земляков. Поэтому ситуация такая. Первое, я считаю, существует недоработка взаимодействия и взаимоотношений с федеральными структурами, которые осуществляют как ремонт, так и полностью восстановление или строительство дорожного полотна на территории Владимирского области. Я говорю о федеральных трассах. Вот это взаимодействие отсутствует. Потому что у меня есть свой взгляд на ремонт и Пекинки, так называемые, это объезды вокруг города Владимир, кто не знает. И на то, как ремонтируется по 10 раз мост через Сырпень, условно по 10 раз. И на то, что до сих пор не решен вопрос о дороге, про которую вы сказали. Ну как это может быть вообще? Десятки тысяч людей живут в новом микрорайоне, а дороги нет. И многокилометровые пробки, которые мы видим, когда люди добираются до работы, когда везут своих детей в образовательные учреждения или пенсионеры добираются до больниц, точно непорядок. И тут даже ничего придумывать не надо. Надо деньги, которые предусмотрены на ремонт и восстановление и строительство дорог, тратить, исходя из разумности. И это касается в том числе федеральных проблем. Потому что я считаю, что те дороги, которые ремонтируются сейчас и ремонтируются на территории Владимирской области, они были не первой очередности. Есть другие задачи и другие дороги, которые необходимо ремонтировать. Это я точно знаю. И я буду этого добиваться. Причем на федеральном уровне тоже. Однозначно. Они тоже готовы к диалогу. Они тоже готовы к диалогу. Только этот диалог с ними не вели. Даже при строительстве сейчас Пекинки. Не вели диалог. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, приятно услышать из двух центральных федеральных средств информации, что выборы в Владимире оказались самыми чистыми, самыми... Да, у Владимира. Это было приятно. Но я от вашей парки был наблюдателем. Понятно. И ошибил насилье звонкую пощечину от административных властей. То есть сам, как пьяницу из Кабагра выставили из участка. Вот давайте подумаем, будут ли эти вещи каким-то образом проанализированы и подушат ли наказание те люди, которые их осуществили? Значит, первое. В любом случае, все нарушения, которые происходили в ходе избирательной кампании, будут мною, как губернатором и командой, проанализированы, сделаны соответствующие выводы. И те, кто нарушали закон в ходе избирательной кампании, понесут ответственность. Поэтому, если у вас частный какой-то случай, Светлана запишет в контакт, и потом подойдите к ней, и мы будем разбираться персонально с этой ситуацией и с этим вопросом. Хорошо? Спасибо. Можно, пожалуйста, уточнять вопрос. Да, конечно. Замечательно. Друзья, Новая газета Москва. Скажите, насколько я помню, вчера ночью вечером, после нахитива участка, снимали наблюдатели под ЛДПР, но по бумаге, которая вышла под главы отделения ЛДПР. То есть вопрос достаточно странный, когда вы в чём? Снимали это на самом деле вы. Поэтому вопрос у меня, зачем вы это делали, если вы лично хотели это делать, если вы это делали, если вы делали ваше главы отделения без вашего ведома, это аюль, или партию. Это первое. И второе, у коллег наших возникло ощущение, что вы вообще не очень хотели, вчера побеждать, потому что пропали после окончания голосования, тогда остановиться было нельзя, вылезли в 3 часа ночи. Коллеги ваши, федеральные депутаты, которые сюда приезжали, все уехали ночью, дозвониться не было нельзя, и сложилось ощущение, что вы, как бы, всё делаете для того, что если власть захочет выборы филисифицировать, она это может сделать, потому что вы выбрали наблюдателей, выбрали депутатов, и сами исчезли. Вот, как вы это можете показать? Значит, первое, тогда по этапу начнём. Наблюдателей на избирательные участки выставляет кандидат губернатора, правильно? В соответствующем документу. Убрать наблюдателей может только кандидат губернатора в соответствующем документу. Поэтому я выдаю и направления, я же эти направления и отзываю. Поэтому тот документ, о котором вы говорите, подписывался не мною, он не оформлялся в ЛДПР, мы будем с этим отдельно разбираться. Я считаю, что это провокация третьих сил, для того, чтобы расшатать ситуацию. Третьих сил. Я буду разбираться с этим вопросом. Кто хотел повлиять на итог голосования? Теперь по поводу отъезда депутатов. Не ответил на первый вопрос? А отзывы за вашей подписью? Подождите, сейчас ответит. Сейчас, подождите. Я сейчас задал. Пожалуйста, хорошо. Значит, на первый вопрос ответил. То есть, про закон и про то, как это происходило. Уверен, что это провокация. Ни одного депутата, наблюдателя своей подписью или члену ПСГ не отзывал? Нет. Ответственно это заявляю. А я честный человек, ни одного наблюдателя за своей подписью или по звонку, или по личному участию не отзывал. И Корнишов тоже. Поэтому я считаю, что... Магни настоящие. Я считаю, что это происки и что данный документ был сфальсифицирован каким-то образом. И поэтому поступил в таком виде, о котором вы говорите, который не имеет под собой законную силу. Под собой не имеет законную силу. Поступил в ТИКи. И там началась вот эта чехарда. Вопрос. Почему председатели ТИКов не знают закон? В этой сфере. Вот и все. Теперь по поводу депутата Государственной Думы и моего отсутствия. Когда на 8 часов вечера мы выполнили главную функцию. А главная функция была это контроль за проведением избирательной кампании и ее организации. Мы организовали наблюдательные места. Мы провели, я считаю, очень серьезную кампанию. Мы это ЛДПР, жители Владимирской области, которые меня горячо поддерживали. Я еще хочу им сказать слава и благодарность. Я знаю, как они бились на участках. Я это все знаю. И как потом мне скидывали данные с каждой участковой избирательной комиссии. Значит, поэтому до 8 часов мы все были в полях. Я лично объехал город Владимир. Я проехал город Ковров, там несколько десятков участков. И меня видели председатели территориальных, точнее, участковых избирательной комиссии. Кстати, было замечательное настроение. Вот куда я приезжал, люди с воодушевлением, ну сейчас можно говорить, они говорили, что мы голосуем за вас. Сейчас уже не будет рекламы и не с точки зрения какого-то влияния на избирательный процесс. Поэтому, когда наступило 8 часов, мы занялись статистикой. То есть, занялись статистикой и стали подводить итоги, чтобы понимать, в какой ситуации мы находимся и лидируем или не лидируем. Но я был уверен в победе, поэтому всю информацию, которую я получал, я ее систематизировал и дальше шел уже к пониманию конечного результата. Поэтому, когда уже ситуацию было не переломить, я спокойно приехал к журналистам, выступил и сказал собственное мнение по поводу избирательного процесса. Спасибо. Добавочку к этому. Значит, вот с телевидения вернули, что пресса у нас приторможена, что нас обстранили, я тоже на 422-м участке был, и за 5 минут до этого выставили с милицией, как товарищ с этим говорил, за оборотом. Плюс, я фотокорреспондент, говорю, ладно, раз, я не могу так наблюдать, быть как фотокорреспондент, закон о СМИ вы должны знать, значит, я не имею право находиться, нет. И меня тоже выставили за певи. Понимаете, в двух ипостасах меня выставили, а мне, извините, уже 75 лет, я фотографии занимаюсь, закон о СМИ я прекрасно знаю. Так что и там, даже вплоть до того, я и вчера заявлял, когда сказали, что придите, что даже факты были в фото, а ты сбросом были факты. И так, значит, мы мне помешали. Спасибо вам большое. Замечательно, спасибо вам большое. Вот тоже передайте, пожалуйста, всю информацию помощнице. И вот это еще раз является подтверждением того, что была система, которая попыталась что-то сделать. Система. То есть, это не только касалось наблюдателей, вот то, о чем вы говорите, а это касалось даже представителей средств массовой информации. Это значит, заработала какая-то машина, которая попыталась каким-то образом вклиниться в результаты избирательной кампании. Будем разбираться, не волнуйтесь. Сделаем выводы, оценку, поймем, кто как вел себя на избирательном участке. Павел Липедев, Павел А-33. Хотел конкурсоваться. Последний год, даже последние два года активно обсуждается вопрос с советскими промышленными предприятиями. В частности, с Вэмзом, с Тачмашем. То есть, сейчас какие-то преобразования там происходят, но все равно люди остаются под угрозой увольнения. Почему? Потому что мы принимаем, допустим, тракторный завод тот же самый. Но с другой стороны, поддерживать искусственно эти старые предприятия становится уже сложно. Хотелось бы ваш взгляд услышать на эту ситуацию. Если говорить о промышленных предприятиях, которые находятся, некоторые из них находятся в тяжелейшей ситуации, когда я говорю про экономику, одним из приоритетов в этой сфере, кроме других приоритетов, подчеркиваю, это один из приоритетов, необходимо сделать полный аудит, и для этого есть возможность, поменьше надо заниматься форумами и презентациями, сделать полный аудит всех промышленных предприятий, которые находятся на территории Владимирской области. В том числе и тех предприятий, о которых вы говорите. И для этого понять, что сделать для того, чтобы решить самое главное и первую проблему, это будущее тех людей, которые там работают. Что сделать, чтобы решить их будущее? А второе, уже параллельно с этим, понять, как или восстановить это предприятие, если это целесообразно. Вы правильно абсолютно говорите, зачем восстановить предприятие, если оно не имеет от собой никакого экономического эффекта для Владимирской области, подчеркиваю, для Владимирской области в виде поступления налогов, создания рабочих мест, там заработной платы. И сделав вот этот вот аудит, можно определить тот вектор развития конкретно каждого предприятия, что не делалось в Владимирской области. Я приехал, когда на тракторный завод, и когда там последних 300 человек сокращали, а я об этом случайно узнал, я побеседовал с ними, мы договорились о взаимодействии и очередную встречу, уже только в качестве губернатора Владимирской области, я обязательно с ними проведу, с этими уволенными сотрудниками, вот буквально там в ближайшее время, когда вот организационные вопросы решу, и в открытом диалоге расскажу вам, что с ними будет, и что будет дальше с заводом. Аудит нужен. Аудит профессиональный и компетентное мнение не только меня как губернатора, а и профессионалов в этой сфере. Вот и все. Сколько времени потребуется в проведении аудита? Что? Времени сколько потребуется? Ну, я рассчитываю на то, что в течение квартала мы, соответственно, будем вот основные моменты, о которых я говорю, это и реформа власти, и вот основные направления в экономике, в других сегментах социально-экономического развития Владимирской области, в том числе, мое мнение, мое мнение, что необходимо сделать новую программу развития социально-экономического Владимирской области, однозначно это требуется, потому что та программа, которая существует, она устарела. Поэтому, я считаю, в течение этого периода уже будут, скажем, первые шаги сделаны и первый результат. И вы, кстати, о них узнаете на первой пресс-конференции. Пресс-конференции. Пресс-конференции.